Запрет на курение в общественных местах вступил в силу два года назад. В числе запрещенных для курения мест и общественный транспорт. Сотрудники отдела транспорта и связи БИСК администрации совместно с инспекторами автодорожного надзора следят за соблюдением федерального закона. С проверками они выходят несколько раз в месяц. Однако, несмотря на все эти меры, граждане продолжают жаловаться на то, что водители курят в салоне автобуса. Сейчас так курили в автобусах, было дело, много ясно курили. Но я не пирал, что дым, как не люблю, когда курят в автобусах водителя. Едут и курят, разговаривают по телефону и дают сдачу. Да, это нормальное явление, вот сейчас будет очередное. Ну куда деваться? Не ходить же пешком через весь город. Пренебрегают бейчане федеральным законом, несмотря на установленные штрафы. За первое нарушение 500 рублей, за последующие полторы тысячи. По мировым меркам это немного. Так, в Великобритании штраф за курение в общественном месте составляет 2500 фунтов. По сегодняшнему курсу это почти 250 тысяч рублей. А в Объединенных Арабских Эмиратах или Сингапуре курильщика и вовсе ждет тюренное заключение. У меня не курят мои коллеги в автобусе. Сам ругаюсь за это. Я не люблю в автобусе. Я в своей машине никогда не курю. Я дома, в квартире никогда не курю. Я выхожу на балкон. Я никогда не курю. Я всегда выхожу. Подъехал, взял, пошел на водку. Места для курения у нас как такового нету. Ну, так вот где-то на остановке, наверное, перекуривают. Обычно за один рейд инспекторы автодорожного надзора ловят от двух до пяти нарушителей. Но ситуации бывают разные и порой довольно курьезные. В одном случае водитель отказался постановление подписывать. В другом случае, который произошел вчера, водитель совсем убежал из салона транспортного средства, оставив транспортное средство полностью открытым в нашем подчинении. Однако избежать штрафа таким водителям все равно не удастся. А их работодателям выпишут предписание. Татьяна Сынаренко, Сергей Даровских, Новости ОТН. Субтитры создавал DimaTorzok